в Кривом Роге, а я жил в Москве. В 7 лет я занял первое место, и в 8 лет я оказался в Москве, уже учащийся в этом училище. В смысле, вы без родителей жили? Да, я без родителей жил, это был очень сложный период жизни. Ну вот, я 4 года практически плакал каждый день, хотел домой. Ну вот, и потом я как-то привык к этой мысли, хотя такое внутреннее недовольство родителями осталось до момента покаяния. До момента покаяния. По этой причине, да? Да, что они отдали меня маленьким ребенком, я детства практически не видел. То есть практически вы были положены на алтарь служения родине. Вот если, когда Авраам приносил сына своего, он ложил на алтарь служения Богу, то я думаю, что отец как бы положил меня на алтарь служения родине, партии сына своего. Я простил его. Практически только тогда, когда покаялся, смог простить силы, дал Христос. Ну, я потом решил для себя, что какие бы мои дети не были одаренными, я никогда их не отдам. В дальнейшем я развивался как музыкант, как дирижер хора. Это было единственное училище в Советском Союзе, которое готовило только дирижеров хора. Музыкальное училище только дирижеры у нас выходили. И все лучшие дирижеры, они закончили мое училище. Сегодня в Советском Союзе, если вы возьмете 20 дирижеров, из них 15 будет тех людей, с которыми я учился и лично знаком. И я возрастал в этом. Потом прошел мутационный период. Я думаю, что было бы интересно, может быть, и тем людям, которые нас будут слушать, узнать о том, что я пел эти все детские песни. Но это было в моей жизни. Я пел, и до сих пор можно найти и записи. — То есть, например, какие? — Ну, такие, как «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», или «От улыбки хмурый день светлей», «Вместе весело шагать по просторам». София Ротару пела вместе с нами песню «Я, ты, он, она, вместе, целая страна». И я там говорил другую скороговорку «Большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых в городах и селах». Мой голос тоже звучит в этой песне. — То есть вы имеете до сих пор в оригинальном? — Да, да, да. — Звучание этой песни — это ваш голос? — Да. Ну, затем жизнь была так, и я особых усилий-то не прилагал. Но так получилось, что мы участвовали в шести финалах «Песни года» в Москве. Финал «Песни года» выйти — это большое событие в жизни любого артиста, любого ранга. И там пели Иосиф Кобзон, и Лещенко, и Магомаев, и Роза Рымбаева такая была артистка раньше. Ну, то есть песняры, виросы, самоцветы, известные такие ансамбли в то время. И мы пели, и я шесть раз участвовал в финале «Песни года». Завоевывали какие-то награды, становились лауреатами разных конкурсов, побеждали. Ну, отец, конечно, радовался. Там вся Украина радовалась, что такой мальчик с Украины прославляет родинную партию. Когда я приезжал, помню, домой, в город Кривой Рог, я не так часто приезжал, потому что на каникулах в основном мы ездили по стране и участвовали в концертных программах различных. Когда я приезжал в Кривой Рог, то все корреспонденты города Кривого Рога прибегали к нам в семью. Каждый старался первым прибежать и взять интервью у меня, у мальчика. И там мамы и папы сохраняли такие вырезки из газет, газеты. Ну, вот я помню такую одну надпись интересную. Наша фотография моей семьи, и написано на украинском «Приехал Вадик». Ну, я думал, потом уже повзрослел, я смотрел на это. Слово «приехал». На это, да. Да, что «приехал». О, такое событие грандиозное в жизни города, Вадик приехал. Ну, отец радовался, конечно. И вот я думаю, что это была компенсация той жертвы, которую он сделал. То, что он видел своего сына, который возрастает по этой лестнице и славит партию. И его видят, и все звонят, и все завидуют. Все говорят, какой у вас хороший сын. Вот молодец. Как воспевалась партия, как воспевался Ленин? Ну, врезалась в такая память мне событие такое, как заключительная песня на съезде КПСС. Там всегда пелась одна песня. Участвовали в этой заключительной песне практически все участники концерта. А это было около 5-6 тысяч человек. Они все стояли на сцене. Выходил человек петь, в основном это бас был, который после этой песни, после этого концерта получал или государственную премию, или получал Героя соцтруда. Звезду Героя соцтруда. Это было так бы, ну, уже надо кому-то дать Героя, значит, он должен спеть. Ну вот, и этот человек пел. Это и Ведерников пел, и Нестеренко Евгений там пел. Ну, такие ведущие голоса России, ну, Советского Союза. И пелась эта песня. Я потом анализировал ее и смотрел абсолютно библейский текст. Пелась песня. Вместо Ленина поставить имя Иисус, получится прекрасный христианский гимн. Я просто несколько строчек. День за днем бегут года, сотни новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Иисус. Иисус всегда живой, Иисус всегда с тобой. В горе, в беде или в радости, в каждой Твоей судьбе, в каждом счастливом дне, Иисус в Тебе и во мне. Чисто христианский гимн. Вот это вот смысл. В этой песне, я думаю, прекрасно заложен весь смысл идеологии и идолопоклонства. Поставить слово Бог, я думаю, что прекрасный был бы гимн. Просто невероятно. Вы знаете, что удивительно, что когда мой отец взял Библию, когда он ее стал читать, он ее читал достаточно скурпулезно, но вот какие труды Ленина и Сталина, он подходил к чтению очень серьезно. Он вначале выписал все манифесты Коммунистической партии из Библии, и затем весь устав Коммунистической партии из Библии. И для него это было величайшее такое событие в жизни. Я думаю, что он несколько дней ходил вне себя, не понимая, и у него начала это рушиться, эта идеология. Он сражался с ней, но, естественно, Бог сильнее всех этих идолов, и Бог начал рушить эти все идолы в его сознании. Для него это был мучительный процесс, но вот страшный процесс, я думаю, что он находился в такой серьезной... Практически, получается, те термины, эти выражения, ключевые фразы и принципы, которые принадлежали якобы Ленину, или Марксу, или Энгельсу, он вдруг обнаруживает, что это тысячи лет назад, сказал Бог или какие-то святые божьи люди. Конечно, для него это было шоком, я думаю. Это было для него шоком. У вас был хоть один серьезный диалог? Отец-то должен был как-то обосновать свои новые убеждения? Вообще, вы спорили с ним, ну культурно, но спорили? Я не спорил с ним открыто, не воевал с ним открыто. Он разумный очень человек, и он начал рушить, вернее, Бог через него стал рушить и мои же идеалы, которые не так сильно устоялись, как в нем. Но, во-первых, через него, что это было для меня, ну как бы, Бог работал через него, через того человека, который был более утвержден в этом. И он, Бог показывал мне, как бы, отец, открывая Библию, говорил, сынок, посмотри, здесь написано, вот видишь, что здесь написано, не хлебом единым будет жить человек. Ну вот, ты помнишь, это сказал сынок Карл Маркс? Я говорю, конечно, отец. Он говорит, не, смотри, здесь написано, и мы читали вместе с ним, и потихоньку и Бог начинал работать. Он, естественно, стал молиться обо мне, вот, и незадолго, я думаю, по человеческим меркам прошло немного времени, всего два года. Как я склонил перед Богом всю свою гордость, тщеславие. В моей жизни так получилось, что я противостоял Богу и был, шесть лет работал в органах госбезопасности. Два года из них я работал в органах госбезопасности в отделе антисоветской пропаганды. Это целая машина, это целая идеология, которая противостояла Богу, которая уничтожала, старалась уничтожить все живое в людях, практически веру уничтожить, которая невозможна. Она сражалась против невозможного. Но я часть жизни своей, не так много, но два года посвятил этому сражению. В чем конкретно заключалась ваша работа? Моя работа заключалась в том, что я смотрел за иностранцами, которые учились в педагогическом институте имени Гнесина. Я смотрел, чтобы они не ввозили Библию, чтобы они не ввозили христианскую литературу, Библия не печаталась в нашей стране. Вы смотрели это как бы подпольно или вы официально были полномочным человеком, могли потребовать открыть чемодан? Нет, это все...